Екатеринбуржец пожаловался ТАУ на бездействие екатеринбургской полиции. Еще в декабре, накануне Нового года, автохам-нарушитель совершил сознательное столкновение с его машиной и скрылся с места ДТП. Несмотря на то, что случившееся попало в объектив видеорегистратора, а номера машины автохама были известны, даже по прошествии двух с половиной месяцев правоохранители не могут установить личность нарушителя. Как рассказал ТАУ Лев Соколов, 29 декабря 2023 года, в час дня он поворачивал с проспекта Ленина на улицу Генеральскую, которая на этом участке имеет одностороннее движение, с мыслью еще раз повернуть налево, чтобы припарковаться у банка. Но дорогу ему перегородил водитель Вольво, решивший выехать с Генеральской, что называется, против шерсти. Будучи человеком неконфликтом и знающим правила 3D, дай дураку дорогу, Лев начал объезжать возникшие на его пути препятствия, пытаясь не создавать помеху другим водителям справа. И в этот момент Вольво срывается с места, бьет в заднюю дверь и крыло и скрывается с места ДТП. По словам Льва, в отделе регистрации ДТП ему пришлось просидеть 6 часов, пока у него не приняли заявление. Полицейский посмотрел видеозапись повреждения, оставленные на Тойоте нашего зрителя, и принял адекватное решение объявить в розыск водителя Вольво за совершение ДТП и самовольный уезд с места происшествия. Этот разговор, по словам Льва, был первым и последним его разговором в рамках возбужденного административного дела. После 29 декабря 2023 года полицейские пострадавшего больше не беспокоили. Видимо, до сих пор третий месяц ищут в Екатеринбурге кроссовер Вольво с тремя пятерками на госномере. Этот инцидент можно было бы посчитать недоразумением, если бы он был единичный. Но в том же декабре ТАУ рассказывала о ДТП на парковке у областного рынка на Громово, где водительница Ауди, сдавая назад, ударила припаркованную пятнашку. Осмотрела повреждения и скрылась. Зрители ТАУ уже на следующий день сообщили нам имя, фамилию, страницу в соцсетях нарушительницы, которые мы передали пострадавшей, а та, в свою очередь, в ГАИ. Результат тот же, то есть никакой. В феврале. Возможно, пьяный водитель на Форде без номеров гонял по тротуарам в Академическом районе, а человеку, сделавшему ему замечание, ключами исцарапал машину. И вновь наши зрители назвали имя нарушителя, которое было передано полицейским, как в пустоту. Неделю назад на парковке у бизнес-центра основа водитель Hyundai Solaris, маневрируя, повредила припаркованный рядом Opel Astra. Вышла, посмотрела повреждения и также скрылась. В этом случае пострадавший сам узнал имя обидчицы, а она призналась в ГАИ в совершенном ДТП. Но инспектор-дознаватель не нашел оснований привлечь ее за сокрытие с места происшествия, так как, по ее словам, девушка не догадывалась, что совершила наезд на другую машину. Тау сделала официальный запрос в Екатеринбургскую госавтоинспекцию. По прошествии недели ответа на него мы не получили. Так что и нынешнюю историю, рассказыванную нашим зрителям о Львом Соколовом, назвать недоразумением язык не поворачивается. Больше похоже на системное бездействие. Продолжение следует...